Мы находимся в Национальной галерии Лондона. Перед нами картина сэра Джошуа Рейнольдса, написанная в 1773 году. Она называется «Леди Кокберт и её три старших сына». Услышав такое название, мы, скорее всего, представим себе портрет светской дамы, застывшей в важной позе, в блистательном наряде, с тремя мальчиками в красивых одеждах. Но здесь всё совершенно иначе. Да, с первого взгляда бросаются в глаза розовые тона. Перед нами пухленькие, круглолицые дети, беззаботно снующие вокруг неё, льнущие к ней. Леди Кокберн предстаёт здесь прежде всего как мать. Совершенно верно. На самом деле, эта композиция заимствована из работ более ранних художников, создававших аллегории милосердия. А для изображения милосердной любви нередко использовался образ матери с детьми, поскольку именно он, как нельзя лучше, позволял передать идею жертвенности ради других. Здесь мы видим с одной стороны аллегорию милосердия, которую, возможно, отличалась леди Кокберн, а с другой — портрет матери с её детьми. Это характерная особенность стиля Рейнольдса. Он нередко изображал людей на фоне тех или иных исторических событий или мифических сцен. Рейнольдс часто прибегал к этому приёму. Он объединил эти два жанра, создав собственный стиль. Этот стиль проявляется здесь со всей очевидностью. Мы видим богатую ткань её одеяния, золотисто-оранжевых тонов. Оно как будто имеет меховую подкладку. Одеяние придаёт ей величественный вид. На его поверхности заметен красноватый отлив, отражение тяжёлой драпировки, висящей за её спиной и украшенной сверху парчёвыми вставками. Занавес обвивает колонну, в которой читается намёк на античную мифологию, на историю Древней Греции и Рима. Это своего рода визуальный знак. Здесь и фрагмент пейзажа на заднем плане. Это характерный для XVIII века пейзаж. Возможно, это окрестности Рима. Мы точно не знаем, что это за местность. Ещё одна особенность, которая указывает здесь на мифологическую аллегорию, это фигура ребёнка, который изображён слева. Мать нежно обнимает его за талию, удерживая ребёнка на коленях. Он словно списан с образа Купидона на картине Веласкеса «Венера с зеркалом», которая также находится в Лондонской национальной галерее. Этот мальчик, напоминающий Купидона, невольно оживляет сознание образ Венеры и показывает, насколько близок был Рейнольдсу мифологический жанр. Довольно неожиданно смотрится здесь попугай. Зачем художник изобразил его на этой картине? Этот попугай жил в доме Рейнольдса. Он не обязательно несёт какой-то аллегорический смысл. Это просто домашний питомец художника, и есть мнение, что попугай нужен, чтобы сбалансировать композицию. В самом деле, если бы попугая здесь не было, в этой части картины образовалась бы пустота. Интересно, что могла подумать леди Кокберн, позировавшая художнику, когда она впервые увидела свой портрет, на котором рядом с ней был изображён попугай художника. К этому времени Джошуа Рейнольдс уже сделал себе имя в живописи. Он стал первым президентом Королевской академии художеств в Лондоне и как живописец успел получить широкое признание. Поэтому те, кто заказывал ему свои портреты, подчёркивали свой статус. И даже если кому-то не понравился попугай, такой человек вряд ли стал бы говорить что-то против. Здесь мне больше всего понравилось, как изображены волосы ребёнка, лежащего на коленях у своей матери. Поражает нежная шелковистость его волос. Она приятно контрастирует с кружевами на манжетах, для изображения которых художник нанёс краски густым плотным слоем. Рейнольдс славился умением передать контраст различных текстур. Обратите внимание на её щёки и на тела детей. Гладкость их кожи поражает. Следы движения кисти практически незаметны. Кожа даже кажется осязаемой. Вместе с тем на картине есть участки, где краски наложены очень густо. Например, лента у неё на шее. То же самое можно сказать и о красной бархатной ткани. Мазки кисти хорошо здесь видны, особенно вблизи. Так художник обнаруживает своё присутствие. Живописец продемонстрировал своё блестящее мастерство и скромно отошёл в тень.